Друзья, мы продолжаем серию лекций Дока-Ток онлайн. Сегодня у нас арт-директор, куратор, дизайнер, арт-директор секции художников фонументального декоративного искусства, Московского союза художников, пиар-директор динамифотографии и фото-виза Екатерина Крылова. Мы попросили Екатерину рассказать о способах позиционирования и каких-то коммуникаций, да, внешних коммуникаций прежде всего, которые очень важны в творческих профессиях. Катя, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте. Спасибо, Ольга. Спасибо большое за представление. Спасибо большое. Я хочу сказать также Марине Волынкиной за возможность сегодня быть здесь и рассказать что-то полезное, я надеюсь, всем, кто сегодня собрался и присоединяется к нам. Как уже прозвучало, я 15 лет занимаюсь архитектурой, дизайном интерьеров. В последние годы добавилась к этой деятельности пиар-направление для международной биеннале фотографии и фото-виза, кураторская деятельность в области фотографии, а также я арт-директор секции художников-монументалистов. И вот все это время, все эти 15 лет я наблюдала за тем, как молодые специалисты, и сама будучи молодым специалистом, смотрела, как же выстраивается карьера, как же, через какие сложности проходят специалисты, прежде чем их мнение будет считаться экспертным, прежде чем их путь будет начинать быть сформированным как путь эксперта. Я обращала внимание, какое количество конфликтных ситуаций люди получают на этом пути и сколько сложностей они претерпевают. Я сделала небольшой анализ всего того объема внешних связей и коммуникаций, которые приходится испытывать на себе специалистам творческих профессий. Я покажу вам достаточно большой объем навыков, которые необходимо использовать при этих коммуникациях, и, в принципе, покажу, какие направления основные вам предстоят. Я думаю, что я обращаюсь в первую очередь к молодым специалистам, к тем, кто только начинает свою дорогу, свой путь в профессии, потому что те, кто уже достиг каких-то определенных моментов в своем развитии, уже наработали определенный опыт, скорее всего. Но я надеюсь, что им тоже, может быть, что-то полезно из моей презентации узнать будет. Но я хочу обратить внимание на то, что очень многому из того, о чем я буду сегодня говорить, к сожалению, на сегодняшний день не учат в больших учебных заведениях. Очень многому не уделяется достаточно внимания. А вот эти все навыки, о которых я буду говорить, навыки коммуникации, того, как необходимо общаться, того, как необходимо говорить о себе, о своей работе, о своем труде, как выстраивать отношения с людьми, это все является неотъемлемой частью любой профессиональной деятельности творческого человека. Я хочу подчеркнуть именно неотъемлемой. И уделять этому внимание необходимо в достаточной степени. Этому тоже нужно учиться. На это нужно тратить время, на это иногда нужно тратить дополнительные средства и время. Поскольку без этой составляющей говорить о том, что вы можете стать успешным профессионалом, чувствовать себя комфортно в среде творческой обстановки и, в принципе, в индустрии, говорить не приходится. Я очень надеюсь, что по окончанию нашей встречи сегодняшней у вас возникнут какие-то вопросы. Я более детально смогу на что-то ответить. А пока постарайтесь увидеть весь тот объем, который я хотела бы вам представить, и понять, насколько серьезно нужно этим заниматься параллельно с основной вашей деятельностью. Итак, мы перейдем с вами к слайдам. Вот здесь, как вы видите, я разделила весь объем коммуникаций, который присутствует в жизни любого представителя творческой профессии, на три составляющие. Это профессиональное сообщество, общение с клиентами и партнерами, и общение в медиапространстве и с представителями средств массовой информации. Мы сейчас с вами пройдем по профессиональному сообществу. Если какие-то вопросы возникнут, я буду рада на них ответить. И дальше, я надеюсь, что по окончанию нашей встречи также останется время, и мы сможем еще поговорить о чем-то более детально. Итак, вот здесь мы переходим сразу непосредственно к навыкам. Чуть дальше я покажу список общей профессии, которые, в принципе, я отнесла вот сюда, к профессиональному сообществу. И, может быть, вы сможете соотнести, что и как происходит в этой среде. Говоря о профессиональном сообществе, я хотела бы подчеркнуть, что мы говорим о людях, которые говорят с вами на одном и том же языке, на одном и том же профессиональном языке, и им не нужно объяснять терминологию, им не нужно объяснять алгоритмы ваших действий и те усилия, которые необходимо приложить для того, чтобы получить какой-то результат. Вы скажете, что первое, что вы видите, умение слушать. Ну, очевидная же вещь. Да, но я призываю вас задуматься о том, насколько качественно вы это делаете, и помогает ли вам это в упрощении ваших коммуникаций с людьми. Становится ли вам понятно, о чем вам говорят, почему вам говорят ту или иную вещь, особенно если она идет вразрез с вашими интересами. Понимаете, если вы научитесь эффективно слушать, то вам гораздо проще будет отстаивать в переговорах и беседах свою точку зрения, отставить свое видение, приводить правильные доводы, которые помогут вам донести логику вашего повествования и в итоге отстоять свое решение в какой-то момент. очень сложно этого достичь, особенно когда какая-то ситуация с вашими коллегами, партнерами, она выходит за рамки вашей комфортной среды и заставляет вас прилагать дополнительные усилия. Но я призываю вас каждый раз, когда вы сталкиваетесь с какими-то трудностями в работе, стараться находить решение в английском есть такой термин win-win, то есть когда обе стороны могут достичь решения обоюдовыгодного в равной степени выгодного для обеих сторон. Я также призываю вас погрузиться и в достаточной степени изучить то, как функционирует рынок в вашей индустрии. Цельная презентация направлена для специалистов как дизайнеров, как художников, как фотографов, так и архитекторов и представителей, в принципе, других творческих профессий. Поэтому понимать, как функционирует рынок, понимать, как функционирует индустрия в целом необходимо. Иногда это не очевидно, и вам может показаться, что вы все понимаете, все знаете, но поверьте, в любом деле есть определенные подводные камни. И чем больше вы будете охватывать, чем больше информации узнавать, тем более интересно вам будет погружаться в работу, тем больше вы будете понимать, чем и почему продиктованы те или иные действия ваших коллег, ваших партнеров и тех, с кем вы встречаетесь в вашей профессиональной среде. Также я настоятельно рекомендую вам изучить ключевые фигуры в вашей индустрии, потому что в один прекрасный момент вам выдастся удивительная возможность поговорить лично с самим кем-нибудь, а вы в этот момент можете прекрасно понимать, что он человек знаменитый, но только чем он знаменит, не знать. поэтому я, в принципе, вам рекомендую постоянно отслеживать появляющиеся новые имена, новые тенденции, новые какие-то течения в вашем деле. И это отслеживание новостей, оно на самом деле не просто для того, чтобы запомнить новое имя или какой-то новый проект, который появится на горизонте, но оно позволяет вам также сформировать для себя какие-то новые тенденции, какие-то понять течения, которые происходят или только формируются и зарождаются в вашей индустрии. Это поможет вам своевременно и заблаговременно может быть что-то откорректировать в своих действиях, может быть сыграть на опережение и где-то стать лидером просто потому, что вы тщательно послушали какие-то новости, что-то почитали, что-то почерпнули, сделали выводы и вот вы предлагаете совершенно новое решение, до которого большинство из ваших конкурентов в вашей области еще не дошли. Мы идем дальше. Здесь же, уж коль мы говорим о профессиональном сообществе, оно немыслимо, общение здесь, оно немыслимо без деловой переписки. Здесь я вас призываю, во-первых, мы говорим о сообщениях и естественно это и смс-сообщения и мессенджеры не посылают голосовые сообщения сразу, как только вы познакомились с человеком. Ну казалось бы, такая ерунда, чем она говорит, да? Но я вам скажу еще одну ерунду, будьте осторожны со смайликами, поскольку в один прекрасный день вы выйдете на международное общение, а может быть вы уже общаетесь с вашими иностранными коллегами. И здесь случится такой момент, что вы увидите, что смайлики используются совершенно другие, что эмоции, которые они отображают, совершенно отличны от того, что привыкли понимать под обычными улыбками мы. Поэтому в поводу деловой переписки нужно быть осторожным, внимательным и нейтральным. Я призываю вас также прочитывать письма перед отправкой на предмет каких-то опечаток. Да, я вам да, но тем не менее. Иногда это играет важную роль. Особенно, когда мы говорим о молодых начинающих специалистах. Я также призываю вас посмотреть на организацию вашей почты. Поверьте, как только вы начинаете работать в большом объеме и интенсивно, объем входящей корреспонденции нарастает как снежный ком. И спустя какое-то время, несколько месяцев или даже лет, вам понадобится какая-то информация, которая была в каком-то письме. Настройте свою почту так, чтобы вам было удобно найти какое-то письмо и его содержимое даже спустя несколько лет. Для этого есть масса инструментов автоматизации. Я уверена, что это вам принесет массу пользы и сэкономит много нервов и времени. Здесь же я хотела бы еще отметить такую историю, как планирование. Для нас, для представителей творческих профессий, планировать что-то иногда бывает сложно. Но нужно понимать, что мы работаем в такой индустрии, где горизонт планирования достаточно большой. Мы говорим о промежутке времени от года до полутора лет и даже двух лет. И здесь очень важно внести вот те мероприятия, конкурсы, какие-то события, в которых вы хотите принять участие и последить за ними. То, что требует длительной подготовки. То, что наряду с вашей основной работой будет их снимать ваше время. И чем лучше вы запланируете, тем проще вам будет достичь лучших результатов без сонных ночей и нервов. И здесь же еще вот вы видите слово регламенты. Здесь очень интересная вещь. Если у вас есть какие-то операционные процессы, те, которые повторяются из раза в раз, одни и те же, но вы сталкиваетесь с новыми коллегами, каждый раз проходя это, составьте так называемый регламент. Это перечень всех тех действий, которые необходимо совершить, чтобы получить из А результат В. И поверьте, когда новые коллеги присоединятся к вашей группе, вам гораздо проще и быстрее, нагляднее будет объяснить им, что же вы хотите, как же действует ваша идея, просто идя по схеме. Это позволит в значительной степени облегчить массу проблем и исключить достаточное количество сложностей в общении и конфликтных ситуаций. Про дедлайны я написала, но, наверное, не буду особо распространяться, потому что всем понятно, что их нужно соблюдать, а если с ними что-то не так, то предупреждать, желательно заранее, что выдержать их не удается. Но это отдельная история. Так, вот сейчас вы видите тот список специалистов, который в принципе входит в то профессиональное сообщество, о котором я говорю. Да, это достаточно поверхностный список. И я призываю всех тех, кто нас сегодня смотрит, слушает, не думать о том, что вот я, например, фотограф, я в жизни не встречусь в своей работе с архитектором. Это вот половина списка не для меня. Нет, я хочу обратить ваше внимание на то, насколько сложно составными и комплексными являются сейчас все проекты в области искусства. Даже та же архитектура, дизайн, они набирают все больше и больше обороты, усложняются, и взаимное проникновение дисциплин в мире искусства сейчас как никогда нарастает. Поэтому вы, даже будучи архитектором, например, никогда не можете сказать, что с фотографом мне налаживать взаимоотношения не нужно, и объяснять ему, что мне нужно снять не придется. Вполне вероятно. Равно как и встретиться однажды с каким-то не очень дружелюбным продюсером, у которого горят сроки и все пропало. Поэтому я пройдусь немножечко по этому списку, очень коротко. А то, что возникнут у вас какие-то вопросы, что останется непонятным, я потом поясню дополнительно. Здесь, опять же, я сделаю акцент для молодых специалистов. Момент общения с коллегами. Ну, казалось бы, какая ерунда. Ну, коллеги само собой разумеющиеся. Но мы пока учимся в институте, мы привыкаем работать индивидуально. У нас большинство, большая часть задач ставится конкретно каждому студенту, он ее разрабатывает. Тогда, как придя в какой-то коллектив, вы вынуждены будете работать над проектом, над какими-то задачами, совместно с вашими коллегами. И от их работы в значительной степени точно так же будет зависеть результат и вашей деятельности. И здесь, в принципе, возникает достаточно большое количество моментов, которые являются сложными для преодоления. Я, в принципе, понимаю, что на сегодняшний день, вот я это все очень поверхностно говорю, существует огромное количество спикеров, мотиваторов, экспертов, психологов, которые только и занимаются тем, что разрабатывают техники решения межличностных конфликтов. И если у вас действительно сложная ситуация, то потрудитесь найти какой-то материал, что-то почитать, попробовать, применить на практике, и вы увидите результаты. Поверьте, этим тоже можно и нужно работать. Здесь следом будут смежные профессии. Это те, кто будет вам помогать, а иногда мешать. И это тоже огромный пласт для недопонимания конфликтных ситуаций. Я приведу вам пример из собственной практики. Работая дизайнером интерьеров, у меня был большой крупный объект, и я уже разработала весь дизайн-проект своих помещений, которые были отведены для дизайна, в то время как весь архитектурный проект проходил экспертизу. И по результатам экспертизы ровно поперек половины моих помещений прошла огромная металлическая ферма, которая полностью загубила весь дизайн-проект. Можете представить себе, какой объем конфликтных и сложных ситуаций возникает в таких, казалось бы, рабочих моментах? Это и стресс, это и нервы, и они, в принципе, накаляют обстановку до максимальных пределов. Поэтому я призываю вас не пренебрегать какими-то вот историями для изучения, чтобы снимать такого рода стрессовые ситуации как можно мягче, снижать накал страстей и водотворно работать, несмотря ни на что. Вот из этого списка я хотела бы такой еще выхватить несколько особо каких-то пунктов. Вот, например, я хочу отдельно сказать о критиках. В любой сфере есть такой пласт специалистов, как критики. И если критика на вашу деятельность прозвучала в публичном пространстве, то необходимо уметь правильно на нее реагировать. Опять же, есть масса техник о том, как трансформировать критические замечания в себе на пользу, обратить их во благо. Я больше чем уверена и надеюсь, что всех вас ожидает впереди замечательная карьера и никаких сложностей с критикой у вас возникнуть не должно, но, тем не менее, это может случиться. Причем далеко ходить не нужно, это могут быть не обязательно экспертные заключения. У нас есть у всех, скорее всего, у всех представления в интернете, я имею в виду соцсети, о них мы поговорим чуть дальше. Вот, но и там критиков достаточно. Они не всегда компетентны, но их слова звучат в публичном пространстве, на них нужно уметь реагировать. И я еще раз подчеркну, что оставлять это без внимания не стоит. Еще один такой значительный пласт того, о чем мы говорим, это те, кто представляют профессиональное сообщество именно арт-рынка. Представители арт-рынка – это галереи, арт-дилеры, музеи, институции. И здесь тоже совершенно определенная своя специфика, которая базируется на принципах рынка. То, о чем я говорила немного ранее, это то, что нужно понимать, как и почему они функционируют. Естественно, безусловно, вы никогда не узнаете на 100% наверняка, чем продиктовано то или иное событие, отношения или какие-то новости, связанные с вашей деятельностью, если они затрагивают какие-то из этих институций. Но, понимая, как действует арт-рынк, вам станет проще понимать, что же происходит, чем вызваны те или иные действия. И отдельно еще стоят отраслевые события. Здесь у нас скрываются в этой строчке и конференции, и конкурсы, и фестивали, и выставки. Все то, что требует дополнительного усилия заблаговременной подготовки, большого объема бессонных ночей и дополнительных визиток, если мы говорим о международных событиях, чтобы они были не двусторонние, а нормальные, одноязычные, односторонние, красивые. Это, опять же, подготовленность ваших онлайн-ресурсов для того, чтобы вы могли продолжить знакомство и перевести его в онлайн. И, в принципе, ваше умение выстраивать нетворкинг – это бесценное качество, которое, опять же, повторюсь, необходимо прокачивать, говоря современным бизнес-языком. Без нетворкинга сейчас очень тяжело, и, ну, не будем греха таить, все, что мы достигаем, оно лежит именно в плоскости, в первую очередь, человеческих взаимоотношений, а уже дальше мы двигаемся и продвигаем результаты нашей деятельности. Вот по этому списку, в принципе, у меня все по профессиональному сообществу. Если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Или мы идем дальше и все вопросы оставляем в конец нашей встречи. Как вам удобно, Катя? В целом, мы можем сейчас спросить, может быть, по ходу, да, действительно, векции, если есть какие-то вопросы. Я готова зачитать из Teams. Если есть о нем в Zoom, друзья, спрашивайте. Давайте мы, может быть, пару, полминуты подождем. В Teams пока нет вопросов. Хорошо. Тогда, может быть, продолжим. В Zoom вроде бы тоже нет. Мы можем попросить писать вопросы, если они созревают в течение лекции, а мы потом просто зачитаем их. Мне кажется, будет для всех проще. Итак, мы продолжаем. Вот на этом слайде красная черта подведена не просто так. Дело в том, что как только мы переходим вот на эту серую сторону слайда, здесь начинается поле общения, которое выстраивается зачастую с людьми, которые говорят с вами на другом языке. Они не понимают термин, они не понимают механику вашей работы, они не понимают структуру вашей деятельности. Зачастую, не все, безусловно, всегда есть исключения. Но здесь в общении вот с этими категориями людей вам необходимо делать акцент на том, что нужно объяснять тщательно, объяснять дольше, объяснять, может быть, на более каких-то обобщенных примерах то, что вы делаете, то, почему вы это делаете, то, как вы это делаете и почему стоит то, что вы делаете, столько, сколько вы хотите. Это такой сложный момент, но тем не менее. Мы переходим к клиентам и партнерству. Клиенты у нас могут быть как частные лица, так и какие-то организации. Дальше мы рассмотрим партнерские и спонсорские взаимоотношения. И вот здесь я бы хотела сказать, что в первую очередь, не буду забегать вперед, все это живые люди. Они могут руководствоваться личным интересом, а могут представлять интересы какой-то организации. Это нужно понимать, это нужно чувствовать и нужно правильно преподносить ту информацию, которую вы хотите донести о вашем проекте, о вашей работе, о вашем произведении. Я приведу такой пример. Когда, опять же, у меня была практика именно в дизайне интерьеров, я работала с крупными организациями и то, как я выстраивала отношения с менеджером, который курировал меня, или, например, с начальниками отделов, помогало мне впоследствии проходить очень сложные кризисные ситуации, какие-то критические моменты, когда заказчик пытался оспорить мою правоту и компетентность, когда с моими решениями не соглашались и пытались внести в них изменения. Моя позиция в большинстве случаев была, отстаивалась с помощью тех лиц, которые я уже смогла завоевать, их доверие я уже смогла завоевать. И это действительно работающий инструмент. Он, опять же, применим для всех сфер творческих профессий. Мы говорим о фотографах, о дизайнерах, о художниках, практически обо всех. Инструмент работает. Мы будем говорить о такой истории, как… Так, извиняюсь, немножко перескочила вперед. Сейчас я еще хочу подчеркнуть такой момент, что, говоря о партнерах, важно понять, что найти совместный интерес для партнерства не всегда бывает легко. Не всегда понятно найти точки соприкосновения. Иногда то, как и чем вы можете быть полезны друг другу, не лежит на поверхности. И вот эти обсуждения, подчас скажущиеся таким замкнутым циклом и разговорами ни о чем, они важны. Их не стоит сбрасывать со счетов. И, опять же, если вы чувствуете, что что-то интересное из этого может перерасти, но до конца не понимаете, дайте себе время. проговаривайте еще и еще раз то, чем и как вы занимаетесь, и с какой точки зрения на это можно посмотреть, чтобы выйти на новый уровень партнерства. По спонсорам. Здесь тоже очень интересная история. Спонсорские организации, как правило, имеют определенные цели. У них есть конкретная задача. Зачем даются деньги? Зачем спонсор является спонсором? И вот здесь, если вы выходите на какую-то историю, где вы хотите получить грант, спонсорскую поддержку или что-то еще, очень важно понимать, что вам нужно представить себя таким образом, чтобы грантодатель или ваш спонсор потенциальный четко увидел в вас именно того специалиста, именно того эксперта, который закроет именно его задачи. Именно те необходимые моменты, которые ставит в своих целях спонсорская организация. Я объясняю очень поверхностно. Вот за всем этим еще лежит огромный пласт знаний за каждой из этих позиций. Но я вот своей задачей сегодня ставлю именно привлечь ваше внимание к тому, что те процессы, которые просто по ходу работы обычной, рутинной работы, когда мы что-то чертим за дня в день, рисуем, создаем, лепим, фотографируем, они не выходят на первый план. Они являются как нечто само собой разумеющееся. Ну да, надо попробовать податься на грант. Но за этим действием лежит огромный объем знаний, которые нужно изучить для того, чтобы быть успешным. Да, безусловно, мы все знаем какие-то кейсы удачные, да, когда на человека буквально с небес сваливается какая-то удачная сделка, какие-то спонсорские деньги или что-то еще. Но поверьте, даже если это происходит, все равно вот эта вот работа по выстраиванию отношений с организацией, с новыми контактами и новыми проектами, и людьми в них, она все равно имеет место быть. И такие счастливые случаи накладывают новую, определенную долю ответственности заставляют вас работать над этим еще больше. Я перейду к тому слайду, на который я уже пыталась выскочить уже несколько раз. Здесь есть вот такое удивительное слово более. И под этим я хочу, под этим я подразумеваю именно то, что любой клиент, любой заказчик, любой человек, которым заинтересован в вашем продукте, назовем это так, да, результаты вашей профессиональной и творческой деятельности, он имеет определенную боль. У него есть определенная потребность, которую он может закрыть с помощью вашего произведения, результата вашего труда. И здесь очень важно понимать, зачем вы нужны такому клиенту, заказчику, партнеру, или зачем он нужен вам. Я хочу подчеркнуть такую историю, как, опять же, это все из собственной практики и практики тех, за кем я наблюдаю много лет. Существует такая история у представителей творческих профессий, как подмена болей. Например, вы, как художник, хотите проявить свой талант, креативность, повысить свою узнаваемость, заработать денег, наконец. Тогда как вашему заказчику может быть нужен сугубо рабочий материал для, ну, допустим, да, иллюстрации какого-то годового отчета. Или же ему необходимы документы для того, чтобы получить какое-то одобрение какого-нибудь органа и двинуться дальше к строительству какого-нибудь значительного сооружения. Если вы будете путать и подменять какие-то точки соприкосновения с вашими клиентами, то из этого, к сожалению, ничего хорошего не выйдет. При отсутствии вот этой ценаправленности более и того, что вы делаете, находите свое вдохновение и находите реализацию своих потребностей строго в рамках запроса заказчика, вот именно эта ценаправленность, она позволяет добываться конструктивных решений и создавать по-настоящему качественный результат, которым вы сами будете довольны. Вот решать свои какие-то творческие амбиции и внутреннее желание реализоваться за счет клиента это неправильно. Это ведет к ухудшению вашей репутации и здесь нужно быть очень осторожным, потому что желания иногда не совпадают и это действительно нужно очень четко чувствовать. я хочу сказать такой момент, что да, безусловно найти такое совместное сосуществование с заказчиком очень непросто. Для этого нужно пройти целый ряд каких-то ну скажем так придирок, чтобы понять человека лучше, чтобы понять организацию лучше. здесь очень важно говорить о языке общения. Здесь нужно понимать, что иногда вас не понимают, как я уже говорила, да, слово темпер никому ничего не говорит, равно как и то, каким светом будете пользоваться для съемок, тоже может волновать. И здесь важно понимать, как донести до человека, с которым вы контактируете, ту информацию, которая вам нужна наиболее качественным образом. Я, опять же, приведу пример из своей практики. Иногда с какими-то заказчиками приходилось очень много разговаривать. Долго и, скажем так, усиленно. Кому-то нужно было подготовить большой, значимый объем картинок. Пока он их смотрит, просматривает раз за разом, информация лучше усваивается у такого человека. А кому-то нужно было распечатать пакет чертежей, положить на стол формат А3, сшитый в красивом переплете и дать подержать в руках. И это действительно очень мощный инструмент. Мы будем говорить о том с вами, как важно найти именно этот общий язык общения и как важно себя правильно преподнести при первичном контакте с вашим клиентом или вашим заказчиком или партнером, так, чтобы вы смогли зарекомендовать себя и в то же время понять своего визави наилучшим образом. Здесь же очень такой интересный момент, термины обоснования. Под словом обоснования роется еще такой факт, что цена вашей работы не всегда может быть очевидной. То есть, человек не понимает, почему на ту или иную деятельность, на то или иное задание вам нужно потратить не три дня, а три недели. Или почему это стоит не 10 рублей, а целых 20. И поверьте мне, что иногда это абсолютно не очевидно. Особенно, если люди, ваши клиенты, они сталкиваются с представителями творческих профессий впервые. Да, такое бывает. И действительно, для них это совершенно новый мир. Они чувствуют себя дискомфортно, разговаривая с вами. они действительно вас не понимают и где-то даже опасаются, потому что то, какими категориями вы разговариваете, то, какими категориями вы мыслите, и то, о чем вы говорите, подчас является для них темным лесом. И вот, чем светлее вы сделаете вот этот самый лес, того, о чем вы говорите, тем проще им будет согласиться заплатить вам нужную сумму, нужную вам сумму, тем проще им будет принять те сроки, которые, может быть, не совсем устраивали вначале. И это действительно очень важный и работающий инструмент убеждения и донесения того, как, что вы, о чем вы, и почему вы делаете что-то так, а не иначе. Я также призываю вас, если мы говорим о работе с какими-то организациями, даже если это грантодательный, например, чутко входить в информацию об этом человеке, структуре, организации и погружаться в ее работу. Да, это может быть нудно и неинтересно, но не понимая, какие мотивы, лозунги, желания, мотивации стоят за тем или иным клиентом, вы не сможете, опять же, говорить с ним на одном языке. И как только вы понимаете и чувствуете вашего клиента, вот здесь и происходит та сонастроенность, о которой я говорила, сонастроенность воли. Вы понимаете, как вы можете лучшим образом выразить себя, как представитель творческой профессии, строго в рамках того, что действительно нужно вашему сокращению. Поверьте, это удивительный и интересный опыт, когда происходит вот это вот слияние интересов ваших и вашего полета фантазии, и конкретных желаний и конкретных потребностей вашего заказчика. Я также хочу сказать вот о таком моменте, как техническое задание. Мы понимаем, что если проект может быть большой, проект может быть маленький, от вас могут чего-то хотеть, и люди могут не понимать, как вам это объяснить. Поэтому очень важно не пренебрегать техническим заданием. Составлять его я рекомендую совместно с вашим заказчиком. Для этого можно сделать, например, форму опросника. Да, и вы идете по ней и, задавая какие-то вопросы, выясняете наилучшим образом, чего же от вас хотят. Занеся это все в документ, который можно прикрепить к договору, как часть, как приложение к договору, вам становится гораздо легче и понятнее то, о чем вы говорите, то, о чем вас просят, и то, как будет стоиться ваша работа. Вы снимаете огромный пласт вопросов, вы снимаете огромный пласт недомолвок, недоговорок и некомфортного поведения, скажем так, ощущения и как вашего, так и вашего клиента или партнера. и здесь еще один, а, нет, не здесь, так, следом будет, значит, еще один момент. Здесь о навыках дальше я хотела бы поговорить. Как продолжение вот того, о чем я сейчас говорила, это, к сожалению, необходимо овладеть этим в какой-то степени, для того, чтобы вот все то, о чем я долго вещаю, стало возможным. Да, нужно уметь правильно себя преподнести. Да, иногда пойти на какие-то компромиссы в собственной одежде и внешнем виде, чтобы выглядеть так, как вас проще воспринять для первого контакта, да, для первой встречи с заказчиком. То, как вы подаете информацию, то, как вы говорите, то, как вы продаете свой продукт, имеет значение. И здесь даже навыки продаж, первичные какие-то простейшие механизмы того, как осуществляются продажи, стоит изучить. То, как ведутся переговоры. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вам может казаться, что то, что вы делаете, абсолютно очевидно. И выгода от того, что вы делаете, тоже абсолютно очевидна всем, с кем вы общаетесь. Но на самом деле это может быть не так. И сейчас я вам говорю это не просто так. Я сталкивалась с этим на совершенно разных уровнях, скажем так, работы. И среди начинающих профессионалов, и среди крупных компаний, и среди крупных организаций, люди раз за разом сталкиваются с тем, что они не до конца понимают, чем они могут быть выгодны друг другу, и почему же их переговоры остаются безрезультатными, почему не подписываются договоры, почему не происходят сделки, почему не работают проекты. Вот эта очевидность, она не всегда очевидна. И чем больше вы проговорите, вот так же болтливо, как это делаю сегодня я перед вами, очень вам говорю, так же вы сможете прийти к каким-то результатам. Это никогда не бывает лишним. Особенно, если вы хорошо уже понимаете, как функционирует та организация, в которой вы пришли на переговоры, и как с ними говорить, на каком языке, для этого нужно отслеживать кейсы, отслеживать то, как функционирует не только сама компания, но и конкуренты в вашей среде. Возможно, уже кто-то с кем-то до вас разговаривал, и вы пришли туда, где до этого были ваши конкуренты. Я призываю вас держать руку на пульсе той среды и той индустрии, в которой вы работаете, и погружаться в нее раз за разом, изучая абсолютно все аспекты, в том числе и работу ваших конкурентов. Так, про внешний вид я уже сказала. Ораторское мастерство. Да, это тоже навык, и не всегда представителям творческих профессий, которые привыкли молчаливо, например, смотреть в монитор компьютера долгими часами. Им не всегда легко разговаривать, тем более, убеждать в чем-то. Но это навык нарабатывания. Опять же, существует огромное количество техник, их можно изучить, их можно найти, но для этого не нужно больших усилий или затрат. камера, телефон или лучший друг, который вас сможет непредвзято послушать. В принципе, вы уже почувствуете, как будете более и более уверенно себя чувствовать со временем. Так, и здесь еще такой важный момент, это внимание к договорам. Опять же, на своем опыте могу сказать, что представителям творческих профессий иногда совсем неприятно заходить на сторону действий юристов. Но у вас может не быть личного юриста, или у вас может не быть компания юриста, если это небольшое какое-то творческое объединение например. И вот читать договоры вам придется. Я призываю делать это внимательно. Я призываю просматривать вас договоры на предмет того, чтобы они были комфортны для вас. Особенно, если вы получаете договор под заказчик, его вариант договора. Поверьте, что если там написано, что вы обязаны делать 10 вариантов одного и того же эскиза или одного и того же продукта, то вам придется их делать. что это будет всего 5 вариантов. Или же какие-то новые вводные, особенно если мы говорим о строительстве, изменения в таком деле, как стройка, они неизбежны. Вот это количество изменений, которые вы согласны вносить в свой проект, тоже должно быть прописано. санкции, сроки и прочее, прочее, все это может в значительной степени усложнить вам жизнь и подпортить настроение от проекта. Поэтому до подписания, до того, как происходит какой-то контакт с партнером, с клиентом, даже со спонсором, договор можно тщательно изучить и быть готовым к тому, что конфликтные ситуации могут возникать. И чем правильнее и грамотнее составлен договор, тем более защищенными вы будете себя чувствовать и тем меньше конфликтных ситуаций будет возникать. Так, я буду переходить дальше. Ну, я так понимаю, что вопросов, наверное, нет. Я, по крайней мере, не вижу. Поэтому я перейду дальше. Туда, где, наверное, будет интереснее всего поскольку, когда мы, в принципе, говорим о продвижении, позиционировании, контактах, на сегодняшний день на ум приходит прежде всего онлайн-представленность. Я думаю, что для многих из вас то, что я вот говорила в первых двух частях своей презентации, вообще, в принципе, является таким достаточно удивительным и, может быть, непривычным и некомфортным. Но, тем не менее, медиапространство это то, что дополняет вашу деятельность. Оно не является основной вашей деятельностью, поэтому мы подходим к нему именно напоследок. Итак, здесь мы с вами рассмотрим онлайн-представленность, работу с журналистами, медиаплатформы и пиар-агентства, как устраивается работа с ними. Это все, в принципе, является продолжением вашей деятельности, основной работы. То, как вы освещаете ее, то, как они узнают окружающие. Это все очень, опять же, кажется подчас таким, само собой разумеющимся. Ну, выложу что-нибудь. Но, поверьте, выложу что-нибудь работает до определенного момента. Я очень надеюсь, что многие из вас со временем станут достаточно знаменитыми, весомыми специалистами, экспертами. и это уже будет отнимать значительную часть вашего времени. А бы как сделать не удастся. И то, что вы будете выкладывать, должно соответствовать вашему уровню. Я предлагаю начать думать об этом, заботиться об этом с самых первых шагов. Я думаю, что если нас слушает кто-то, кто уже достиг определенных высот в своем направлении, они смогут, что называется, подтвердить мои слова, поскольку на это все уходит огромное, значительное количество времени. И чем правильнее вы начнете делать что-то с самого начала, тем больше времени вы сэкономите. А иногда и денег. Итак, персональный сайт. Первое, что вы видите здесь, на этом слайде. Я рекомендую вам сразу начать сделать сайт двуязычным. Это никогда никому еще не помешало. А переводить потом большой объем информации, накопившейся на сайте, ему уже, согласитесь, не так приятно. Я хочу сказать, такой момент озвучить. Он интересен для тех, кто, в принципе, будет работать наемным сотрудником большую часть своей карьеры. Это может быть дизайнер в крупной компании, или архитектор в крупной компании, или даже фотограф в крупном агентстве. И я предлагаю не пренебрегать возможности иметь свой сайт, поскольку у нас психологически заложено так, что если мы видим у человека на визитке свой персональный сайт, это сразу ставит его в определенный ряд экспертов. И то, что вы являетесь наемным сотрудником, совершенно не означает того, что вы не имеете права иметь свой собственный сайт. Как продолжение своей визитки. как та платформа, где собрана абсолютно вся информация о вашей профессиональной деятельности. Поверьте, то, что у вас будет ресурс, где будет размещена информация о вас, ваша биография, ваше творческое высказывание или профессиональное кредо, ваши обновления, новости о вас, какие-то статьи, в которых вы упоминаетесь или наоборот, которые вы публикуете, ваше портфолио, наконец. Это сразу задает определенную планку вообще с кем бы то ни было. Это действительно работает. В продолжение темы сайта я хочу сказать о новостной рассылке так называемых newsletters. Они могут быть, можно их не делать с самого начала. Я бы хотела рассмотреть их именно как замену социальным сетям. если, например, по какой-то причине вы решили, что социальные сети вам не нужны. Вы скажете, что такое бывает. А я вам скажу, бывает. Я надеюсь, что кто-то из тех, кто смотрит на нас сейчас, точно так же присутствовал на лекции Фрэнка Родика. Так вот, если вы перешли на его сайт, то вы, наверное, заметили, что соцсетей у него нет. И да, вся коммуникация с внешним профессиональным и вообще, в принципе, с внешним сообществом у него, как у автора, построена на новостной рассылке, которая делается раз в месяц, раз в полтора, два месяца. И да, это работает. Наряду с сайтом это действительно работающий инструмент. Я бы рекомендовала им не пренебрегать. Опять же, при правильной настройке специальных сервисов по рассылке писем на это будет уходить не так много времени. Но, получая от вас письмо, раз в полтора месяца ваш круг общения будет вспоминать о вас. При том информационном, скажем так, засиле, который у нас на сегодняшний день присутствует, это важная составляющая. И вот мы с вами подбираемся к тому, что же провоцирует и создает то самое информационное засилие этой социальной сети. Здесь, уж сколько говорим именно о профессиональном присутствии, да, здесь нужно понимать, что каждому нужны свои соцсети. Да, вы должны понимать, кто является вашей целевой аудиторией, текущей и потенциальной. Опять же, как определить целевую аудиторию, существует много методов, и их всех можно найти онлайн, это не проблема. Вы должны понимать, кто является основными вашими читателями, кто следит за вашей деятельностью, кто может быть вашим потенциальным клиентом. И, понимая структуру вот этой аудитории, выбирайте те соцсети, которые, ну, наиболее интересны именно для вашей аудитории. Так вот, я приведу пример LinkedIn и Facebook. Да, две крупные соцсети, вторая, я имею в виду LinkedIn, она официально сейчас у нас в России не работает, но не будем притворяться, что мы не знаем, что такое VPN. Вот, и если вы работаете на достаточно серьезном уровне, то да, действительно, иметь свой профиль LinkedIn заполненный, качественно представленный, это очень-очень рабочий инструмент. И если вы общаетесь, например, с американскими коллегами, то написать что-то о работе в Facebook, так как, в принципе, это принято у нас, мы все общаемся во всех социальных сетях, это уже не принято. В Штатах все общение в Facebook, оно неформально. Если мы говорим какие-то, оговариваем какие-то рабочие моменты, мы это делаем через LinkedIn. И вот таких примеров массы, они характерны для каких-то специальных отраслей или для целых стран и регионов. Здесь важно, опять же, сделать небольшой research, небольшое исследование и посмотреть, что же нужно именно вам. И это исследование я предлагаю делать регулярно, поскольку держать руку на пульсе того, как существует в соцсети необходимо. Во-первых, это сэкономит вам большое количество времени. Понимание того, как действуют алгоритмы того же Инстаграма, они меняются достаточно часто. И вы можете прикладывать одни и те же усилия для того, чтобы вот ваш пост или ваш профиль был так же посещаем, как и прежде, или там прирастал новыми подписчиками. А это не будет работать, потому что алгоритмы изменились, и действовать нужно совсем по-другому. Или же у нас, скажем так, не во склоне, появляются новые сети. TikTok тот же взять. Мы не знаем, как он будет развиваться в перспективе 2 года, 5 лет, 10 лет. То, что мы сейчас видим, что активно в него входят абсолютно все профессионалы. Но другой вопрос, в каком формате они это делают. Соцсеть диктует свой формат. Нужен он вам или нет? Решать только вам. Но это достаточно сложный момент. И сейчас в соцсети они усложняются. В какой-то момент вам может понадобиться консультация эксперта. И я предлагаю не пренебрегать возможностью найти какого-то SMM-менеджера или просто специалиста, который неплохо в этом разбирается, и проконсультироваться. Плюс еще такой один момент. Очень, скажем так, скользкий, но тем не менее. Нужно понимать, что угроза автономности Рунета над нами до сих пор нависает. И поэтому, опять же, если вы делаете неправильный акцент по распределению своих соцсетей по каналам вашего продвижения, то здесь существует определенный риск. Я бы тоже на это обратила ваше внимание. Ну, и еще один такой небольшой момент. Это гигиена соцсетей. Это то, о чем сейчас говорят ведущие эксперты. Это то, что призывает вас настраивать их таким образом, чтобы тратить там как можно меньше времени. Мало того, что мы производим контент, выкладываем в них что-то, но мы же там еще и сидим, проводим какое-то время. Так вот, чтобы это время максимально полезным было для вас, настроить их таким образом, чтобы как раз соцсети помогали вам узнавать больше о деятельности ваших потенциальных заказчиков, о деятельности конкурентов, новостей из вашей сферы деятельности. И позитивте, это работает. На своем опыте я настроила сейчас свою ленту Фейсбука таким образом, что я не пользуюсь никакими новостными источниками. У меня все сосредоточено в Фейсбуке. То есть прокручивая пару раз в день ленту Фейсбука, я узнаю абсолютно все новости, которые мне нужны на сегодняшний день. Мне не нужно куда-то переходить, что-то открывать, что-то искать дополнительно. Это может стать удобным инструментом. Но для этого нужно немножко повозиться. фейсбука. хочу сказать, что вот это все, да, вот то, что я говорила, это все работает очень здорово на утепление вашей аудитории. Это так называемый формат P2P, People to People. В тот момент, когда мы все больше и больше привыкаем, опять же, натренированные соцсетями, обращаться за какой-то помощью, услугой, покупать что-то у людей, о которых мы уже что-то знаем заранее до того, как мы, в принципе, решили купить что-то у них, заказать или проконсультироваться. И здесь это как с холодными звонками. Я думаю, что вы знаете, что такое холодные звонки, когда вам звонят и предлагают настойчиво какую-то услугу, и вы культурно, я надеюсь, отказываетесь от нее. Так вот, когда вам звонят, а вас ничего не знают. Это холодные звонки. Когда ваша аудитория знает о вас что-то, и вы чувствуете и знаете вашу аудиторию, создаются так называемые утепленные, теплые отношения. И здесь вероятность того, что какая-то потребность будет закрыта именно с помощью ваших услуг, именно с вашей помощью, вероятность здесь возрастает в разы. Это действительно работающие каналы продвижения, работающие каналы продаж, и действительно они, как это правильно сказать, они работают на вашу компетенцию и вашу имиджевую представленность. Я перейду к тому, что мы будем обсуждать о журналистах и СМИ, поскольку когда вы сталкиваетесь вот с этим разделом, работая с теми, кто пишет, издает, публикует что-то, здесь нужно использовать несколько другие инструменты. Нужно понимать, как функционирует вот именно эта среда пишущих и публикующих и собирающих новости экспертов, специалистов. Сюда же я отнесу и пиар менеджеров каких-то мероприятий, в которых вы можете участвовать. Поверьте, первое, что вас понадобится, это ваш портрет. Я еще раз призываю вас, чтобы в сети у вас был ваш официальный портрет. Поскольку у меня самой были такие случаи, когда я, не найдя на официальном сайте фотографа его портреты, того, как выглядит он сам, шла в интернет и находила какие-то фотографии, выбирала самую нейтральную из тех, что я находила, и вынуждена была использовать ее, так как автор, например, мне сам лично ничего не представил. Потом, когда человек лично приезжает познакомиться со мной, он говорит, почему же ты поставила такую плохую фотографию? И выясняется, что, ух ты, а правда, а на сайте-то у меня портрета моего нет. Это реальные случаи из практики. Поэтому я призываю вас, чтобы на сайте у вас можно было всегда почитать то, о чем вы, понять структуру вашей деятельности и увидеть, как вы выглядите таким образом, которым это наиболее комфортно для вас. пресс-релиз. Также я призываю вас узнать, что такое пресс-релиз и как, в принципе, вас могут попросить дать пресс-релиз, если вы, например, открываете какую-то свою собственную небольшую персональную выставку. Пускай даже в каком-то очень камерном частном пространстве, но тем не менее. Вы должны понимать, что да, несколько слов о себе написать нужно и бояться этого словосочетания не стоит. Это абсолютно рабочий инструмент. Но если вы не говорите о себе сами, то о вас напишут. Но я хочу вас предостеречь, что написать о вас могут так, что вы потом будете сожалеть о том, что вы сами не рассказали то, как вы это видите. Здесь мы переходим к еще одному моменту. Я бы порекомендовала четко сформулировать и, может быть, даже заучить в какой-то степени стандартный ответ на стандартные вопросы вашей деятельности. Могут случиться такие моменты, когда вас внезапно спрашивают на каком-то вечере встречи или в совершенно постороннем каком-то событии, где вы присутствуете. Вас начинают расспрашивать, а вы понимаете, что сформулировать вам тяжело. Что казалось бы, да, понятно, вот я фотографирую или я рисую. А что? А как? А где это потом можно увидеть? И почему для вас это важно? Иногда сложно сказать вот так вот на ходу, радостно и с улыбкой, так, чтобы заинтересовать того, кто вас спрашивает. Поэтому я призываю вот такие моменты подготовить. Да, это навыки самопрезентации, и на них нужно обращать внимание и уделять этому время. дальше я бы еще хотела затронуть такую вещь, как профильные ресурсы и репутация, что да, в любой сфере, будь то архитектура, дизайн, фотография, живопись, в любой, существуют какие-то паблики, какие-то журналистские сообщества, какие-то журналы или что-то еще. В принципе, попасть в них не так сложно. Такого рода ресурсы любят готовые материалы. то есть, чтобы войти в такое сообщество, опубликовать что-то, вам, к сожалению, не придется ждать, что с вами встретится журналист, проведет с вами многочасовое интервью, а по его итогам родится замечательная обеспечительная статья. Я думаю, что в большинстве случаев гораздо результативнее предложить таким ресурсам уже готовый материал, который они могут наполнить на свое усмотрение, поговорить с вами там о чем-то, каких-то деталях или же наоборот сократить, но базироваться уже на вашем готовом высказывании. Вот это правило работает практически для всех. Все любят готовые материалы. И здесь еще один такой момент. Даже если вы что-то рассказали о себе, или у вас происходит статья, публикация, все замечательно, не пренебрегайте возможностью прочитать какой-то материал перед тем, как он будет опубликован. Очень часто, к сожалению, журналисты на сегодняшний день без должного энтузиазма относятся к своей работе. И отсюда возникает достаточно большой объем ошибок, опечаток, искажения фактов. Поэтому проверять нужно все. Регалии, имена, награды, формулировки, звания, все-все-все. конкурсы, в которых вы участвовали, если что-то вы упоминаете. Потому что я лично опять же присутствовала, например, на мероприятии, где говорилось, что в нем участвуют фотографы из 79 стран. Я сейчас точно не помню. Я смотрю в этот же вечер на канале культура новостной сюжет, где говорится красиво диктором о том, что из 15 стран были участники. И вот эта нестыковка, она возможна на любом уровне. Это не только характерно для местных СМИ или для онлайн каких-то сообществ. Это, к сожалению, реально работающий механизм, которому нужно уделять время и просто еще раз аккуратно и аккуратно проверять все то, что выходит о вас в публичном пространстве. И я скажу так, что забегу опять же немножко вперед, что это очень важно и здесь нужно уделять внимание еще и на правовые аспекты, поскольку ваше высказывание, если оно приведено не точно, но цитируется как именно экспертное высказывание, может послужить поводом для каких-то конфликтов вплоть до судебного разбирательства. опять же, я говорю сейчас о вещах таких, которые могут быть неприменимы для молодых специалистов, но это очень важный момент, если вы натренируетесь с самого начала, с самых первых контактов с сообществом, журналистским и медиапространством, отдавать внимание должное тому, что как вы говорите и что о вас публикуется, это поможет вам в будущем, когда вы выйдете на определенный уровень, снять достаточно большой пласт проблем. И если говорить о большом и крупном высоком уровне и крупной значительной представленности в индустрии, то здесь могут возникнуть такие моменты, когда вам придется работать с пиар-агентством, например. И здесь тоже нужно понимать, что не все специалисты владеют терминологией. как журналисты, так и пиарщики, они не всегда знают и понимают, о чем вы говорите. Нужно объяснять, нужно подчеркивать и нужно проверять, правильно ли вас понимают и правильно ли о вас рассказывают дальше. Вот. Ну и здесь еще такой момент, который я немножечко пропустила. это это то, что сейчас на сегодняшний день очень сложно достичь, заинтересовать просто так собой СМИ. К чему, что вызывает интерес, на что представители средств массовой информации лучшим образом реагируют. Вот здесь я написала о том, что это какое-то громкое событие. или какие-то значимые лица индустрии, которые присутствуют на этом событии или принимают в нем участие, или какие-то бренды, или сама площадка, где происходит какое-то мероприятие, она сама по себе привлекательна для СМИ. Если вот этих четырех составляющих нет, то для того, чтобы о вас сказали, рассказали и запечатлели вас для какого-то источника информационного, здесь нужно будет потрудиться. И не стоит убежаться, что вы создали что-то или провели блестящую выставку, а никто не пришел. Поверьте, сейчас такая насыщенность информационная, что действительно привлечь внимание средств массовой информации нужно постараться. Здесь, конечно, могут еще сослужить добрую службу личных взаимоотношений с журналистами, но, опять же, для этого нужно найти журналиста, подружиться с ним и поддерживать эту дружбу так, чтобы вам обоим было интересно, приятно общаться и работать каждому в своей сфере. Это тоже возможно, и это все как раз отсылает нас к тому, что я рассказывала в предыдущих разделах. Я практически завершила свою длинную речь, и я хочу такую маленькую подвести черту, которая, я надеюсь, вас немножко приободрит после всего того объема, который я вам выдала, это то, что вот все, о чем я сегодня рассказывала, оно формирует личный бренд. Да, это такой бизнес-понятие, которое, в принципе, может быть, на первом взгляд, неприменимо для художников. Но, тем не менее, личный бренд, как само понятие, работает, и чем больше вы уделяете этому внимание, чем качественнее вы работаете над этим, тем выше какие-то нематериальные возможности, которые у вас появляются. Какие-то дополнительные варианты для развития, роста, продвижения возникают, казалось бы, сами собой, хотя на самом деле они являются результатом вашего труда. Ну и плюс здесь даже дополнительная монетизация. Вы, как специалист, как эксперт, становитесь дороже, если правильно выстраиваете вот весь тот объем коммуникаций, о котором я сегодня так долго рассказывала. Я еще такой вот момент хочу подчеркнуть, что, не забывайте, пожалуйста, что, если вы что-то сделали хорошо, рассказали, опубликовали, то точно так же, а лучше, еще и с некоторым таким большим рвением, нужно рассказывать о новых достижениях. Не забывайте постоянно опубликовать и обновлять ваши онлайн-ресурсы. поступательно наращивать экспертность. И, самое важное, как только вы почувствуете, что вот эта вся дополнительная работа захлестывает вас с головой, рассмотрите возможность привлечения дополнительных специалистов, которые бы взяли на себя именно эту работу по формированию вашего личного бренда, по ведению представленности вашей представленности в средствах массовой информации, в соцсетях и на каких-то мероприятиях. Да, возможно, я сейчас это говорю молодым специалистам, которые даже пока помыслить об этом не могут. Но поверьте, если вдруг резко у вас пойдет карьера в гору, то это может стать действительно, ну, своего рода спасением, когда вы почувствуете, что времени на все у вас просто не хватает. я надеюсь, что вот этим вот своим большим выступлением сегодняшним я смогла привлечь ваше внимание именно к важности вот введения вот этих параллельных, этих неотъемлемых навыков и наращивания их, и углубления параллельно с вашей основной деятельностью. я еще раз подчеркну, что без всего этого на сегодняшний день стать по-настоящему крупным специалистом, настоящим, скажем так, экспертом, скорее всего, не удастся или будет очень и очень сложно. Я желаю всем удачи, и если есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Катя, спасибо большое. есть спасибо в зуме, насколько я вижу, здесь вот пишут, что все очень применимо, и спасибо за выживание и акценты на важных вещах. В Teams я пока не вижу вопросов, но думаю, что, может, они еще будут. И, друзья, если у вас есть вопросы в зуме, пожалуйста, пишите, или можете даже спросить голосом, я думаю, что кто-то ответит. У меня такой вопрос, если ты все-таки действительно молодой специалист, и у тебя вот очень часто не формируется пока-то в поиске себя даже, не формируется какое-то понимание вот именно не то, что личного бренда даже, а какого-то позиционирования, что ты художник. и денег у тебя на СММ-специалисты тоже нет. Стоит ли кидаться в разные какие-то сферы? Есть ли какой-то не то, чтобы способ, не то, чтобы один путь, но как-то это минимизировать, вот это не распыляться, чтобы, ой, давайте я суммусь вот сюда, давайте я суммусь сюда с этим. Как вам кажется, есть какой-то минимальный путь того, как решить этот вопрос, куда себя применить? Я понимаю, что это поиск. Может быть, есть какие-то уже протоптанные пути? Вы знаете, в первую очередь нужно четко для себя понять, опять же, это результат поиска, понять, о чем вы, как художник. Это, опять же, лежит немножко в другой плоскости. Здесь, скорее, работа с кураторами, работа с экспертами, может понять вам, помочь вам понять вот это направление. Только вот, опять же, в таком тесном взаимодействии с такого рода экспертами вам может быть легче понять и прочувствовать себя. Просто вот то, о чем я сегодня говорила, оно, в принципе, не обязательно подразумевает под собой уже четко сформулированное понимание, кто ты. Я вам скажу даже, опять же, о себе. То есть, у меня сейчас такое количество направлений, которыми я занимаюсь, что, когда меня спрашивают, кто вы по профессии, я теряюсь иной раз, да, и у меня на разных ресурсах разное, и я понимаю, что, да, не делать этого, не осуществлять представленность невозможно, но в то же время процесс вот этого определения, поиска, формулирования, он все равно еще продолжается, даже спустя 15 лет, и будет продолжаться еще долго. Поэтому я, в принципе, предлагаю не откладывать на потом просто всю эту деятельность, о которой я сегодня говорила. И, опять же, даже вот те же навыки общения, они применимы даже к работе с кураторами. То есть, то, как вы на партноле садитесь, и у вас есть 20 минут для того, чтобы рассказать о себе, это же бесценно. То есть, вы должны именно в них вложить все. Да, фотографии говорят, но вместе с тем должны говорить и вы. Поэтому здесь такой момент. То есть, получается, что если художник, а зачастую художник может быть интровертом или даже дизайнер, который не умеет разговаривать, не может себя позиционировать, хотя, на мой взгляд, я считаю, что дизайнер должен уметь себя презентовать. Это такой скилл, который должен быть включен в опции, в опции, вернее, которая должна включена быть. Вот. И, ну вот, бывает очень часто, с художниками там еще чаще. То есть, тогда он должен понимать, что если я в этом не могу развиваться, а хочу быть успешным, мне нужно находить человека, который будет мне в этом помогать. Куратор или СММщик, то есть, какого-то кто-то рядом, кто тебя чувствует, понимает, куда тебе надо двигаться. То есть, это вот как бы два пути только. Либо ты сам это классно делаешь и понимаешь, разбираешься и делаешь, либо тебе нужен кто-то, кто это делает для себя. Ну, здесь важно понимать, что куратор – это совершенно определенное направление деятельности, да, и взаимодействие с ним, и цели такого общения, они отделены от того, чем занимается СММ-специалист. это как бы две области, которые идут параллельно, но они действительно не пересекаются, то есть, они неотъемлемы друг от дружки, да, но это совершенно два разных направления. Для интровертов, почему вот я и затронула такой момент, я говорила о нем, что важно иной раз заучить что-то. Да, вам может быть страшно и тяжело говорить, и вы чувствуете себя некомфортно, но вы, если наизусть заучиваете что-то о себе, и сначала вы даете эту вот поговорку, вам уже чуть-чуть легче, вы уже вот этот вот первый страх и лед разбиваете. И, опять же, для интровертов существует огромное количество всяких специальных техник по нетворкингу, да, все понимаем, что без общения, ну, никуда все равно, даже если бы очень суровый интровертов. Там есть свои техники, которые рассказывают о том, что можно прийти заранее куда-то, да, в то помещение, где вам предстоит общаться, просто освоиться там, и вам уже будет легче. Таких вот маленьких историй можно собрать очень много, и, действительно, даже в самом крайнем случае как-то себя, вот, что называется, прокачивать, опять же, говорить, говоря бизнес-языком. Да, в зоне есть в чате несколько вопросов, и спасибо за такую структурированную информацию, полезную рекомендацию, можно ли получить презентацию, у нас будет запись лекции, Екатерина. У меня вопрос про соцсеть, одноклассники, насколько данная сеть подходит для творческих профессий. именно одноклассники, да? Есть вопрос по региону, у нас по стране соцсети разделяются по регионам, то есть, одноклассники, у них есть достаточно сильные, сильные позиции в региональных, вот, в некоторых регионах, в принципе, и я слышала отзывы о том, что по югу страны, например, до половины всех клиентов приходят к себе, ну, я говорю сейчас о таких стандартных бизнесах, но тем не менее, до половины всех клиентов приходят из одноклассников, и регионы, вот, уральские, да, регионы, и за Уралом, там тоже это очень сильно развито, поэтому, в принципе, да, я бы рекомендовала, если у вас какой-то есть продукт и понимание, что там ваша аудитория, да, сбрасывать со счетов одноклассники нельзя. Ну, да, безусловно, потому что, как бы, Facebook, это действительно одноклассники, два разных мира, совершенно разные профессионирования, цели и вообще все, да. В Teams я жду вопросы, если они сейчас, я смотрю еще раз. Ну, опять же, есть специальные сообщества в интернете, которые пишут именно статистику исследования по соцсетям и по их аудиториям. То есть, это все можно найти и просто посмотреть и почитать, какая из них вам больше подходит. Да, на это уйдет время, но, тем не менее, вы будете своими глазами видеть и понимать, что, да, а моя аудитория, которая, ну, например, да, вот, вот мои картины и вот мои вещи, которые я придумал и шил, да, она действительно в одноклассниках, то почему бы туда не идти? Я думаю, я думаю, что в любом случае ты должен понимать, что у тебя есть зритель и должен понимать, что это за зритель, и если он где-то, действительно, в каких-то соцсетях, ты должен понимать, как, какие способы, да, когда не сильнее твоей информации, да, будут о них, это да, это я тоже согласна. Спасибо, очень актуально пишут в Тинси, больше я пока вопросов не вижу, может быть, я правда не вижу, потому что, может быть, что-то с интернетом, сейчас я попробую еще тщательнее посмотреть. Нет, спасибо, спасибо, пока вопросов больше нет. Так, давайте еще посмотрим, если отвечаете вопросы. На те, которые были, мы уже ответили. Друзья, если у вас вопросы еще, скажите, напишите. пишут, спасибо. спасибо, 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 это все спасибо. да, да. я всегда могу добавить такой пример, как, сейчас не вспомню, как звучит дословно эта поговорка, но нужно делать через силу и притворяться до того момента, до той стадии, пока вы не почувствуете себя комфортно. Да, через силу, через не могу, все равно делать то, что необходимо. take it till you make it, кажется, так это звучит по-английски, да, когда вы просто, да, отчасти где-то притворяетесь, где-то, может быть, даже играете, что называется, но делаете через силу, и со временем это становится навыком. Как только вы перейдете, переведете это в навык, в привычку, вам полегчает, и вы сможете двинуться дальше. Ну, такой самый простой, примитивный вариант. А дальше, когда уже в область психологии. Ну да, интересно, что нет, ну да, интересно, что в синдроме самозванца сталкиваются как раз люди совершенно разного уровня, разного образования, разных вообще успехов, везения. Это совершенно иногда не зависит от того, действительно ли тебе там в жизни, это больше психологический такой спектр, естественно. Сейчас посмотрим, да, еще что у нас. Ага. Да. Больше вроде бы нет вопросов. И я еще раз проверю КИМС. Катя, ну, вроде бы вопросов нет. Думаю, что действительно было такое все исчерпывающее и подробное, и очень-очень-очень полезное. Спасибо вам огромное за встречу. Вам спасибо. На дальнейшее сотрудничество. Спасибо большое. Друзья, мы заканчиваем тогда вопросы, поскольку не осталось. Всем до свидания. Спасибо. И до встречи. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.